Ну, дети до 16 лет по-любому в опционы не играются, это вообще опасно. Любые родители, когда вы видите, что дети начинают играть в опционы до 16 лет, надо бежать. Дорогие друзья, у нас сегодня премьер эфир с очень интересным гостем 6510996. У нас прямой эфир, звоните, задавайте вопросы, можете задавать вопросы в прямом эфире по телефону 6510996, код Москвы, либо на финам.фм. Гость у нас очень интересный, это была ваша инициатива его пригласить. Оказалось, что мы друг друга знаем. Это опционы без математики, опционы стратегии. Миша у нас в гостях, Михаил Гусев, опционный трейдер. Миша, здравствуй. Здравствуйте, очень приятно. Да, всем, во-первых, огромное спасибо, оказывается, когда на тебя выливают кучу грязи, это очень хорошо. Поэтому всем огромное спасибо за кучу грязи, что, знаешь, в последнее время я перебиваю, поэтому я все-таки взял во внимание. Нормально, нормально. Постараюсь сегодня не перебивать, но, дорогие друзья, на самом деле очень-очень тяжело вести передачи, потому что гости не все смелые. Это Миша, вот меня знает, он смелый. Обычно гости приходят, и надо будет их разговорить. Поэтому сегодня постараемся из Миши выжать все, что можно. Миш, Граль? Граль, да, на самом деле. На самом деле, вот в Америке, начнем с этого. В Америке я тоже торгую. Это я знаю. Я просто говорю, что вот в Америке, ты знаешь, как называется опционная стратегия? Рай для нищих. Да? Вот почему-то, да. Вот есть такое выражение у нас, и постоянно, да, да. Это, наверное, потому что это в некотором роде, то есть если опционы рассматривать без математики, то это как аналог, ну, либо страховой компании, либо, собственно, лотерейной. Лотерейной, ну, это уж совсем. Ну, есть ты между, если брать направленные опционы. Ну, просто можно купить очень дешево, и действительно, если повезет, ну, вот если повезет, это для покупателей действительно, наверное, и для нищих. А для продавцов это немножко другое, это как раз организация этой лотерейной. Давай тогда сделаем так, значит, начнем с тебя, как ты пришел на рынок, перейдем к более простым стратегиям, да, направленные опционы, к простеньким. И потом попытаемся сделать что-то, например, более тяжелое, какие-то комбинированные опционы. То есть давай с тебя, как ты попал на рынок ценных бумаг? Ну, на рынок я попал достаточно давно, ну, как, не очень, конечно, в 2006 году, можно сказать, случайно. Я, вообще-то, инженер по образованию, ну, то есть чисто технарь. Радиотехника у меня специальность, мои заканчивал. Вот, и занимался я, в общем-то, по специальности, там, какими-то вещами, автоматизация торговли, долго занимался. Но со временем мне это стало немножко все надъедать, потому что как-то все эти рынки захватили, ну, как крупные, с крупными тяжело конкурировать. Бодаться. Да, и тут я увидел, что вот есть такой фондовый рынок, и, как бы, началось какой-то журнал я купил, где было сравнение брокеров. Вот, почитал, поставил там демки разные. Альфа мне на тот момент больше всего понравилась, Альфа Директ. И так я с ним и остался. Вот, но начинал, естественно, не с опционов, а, как бы, со спота, там, пытался акциями спекулировать. Потом перешел на фьючерс. Но, честно говоря, результат у меня там был практически нулевой, если брать вот длительный период. Потому что как-то направление все-таки трудно укадывать. И почему я пришел все-таки к опционам? Ты без виду... Самое главное, что можно строить стратегии, которые, в общем-то, не зависят от направления. Ну, в определенном диапазоне, естественно. Но, вот, и оказалось, что мое. Вообще, на рынке очень важно свой инструмент найти. Если ты нашел свой инструмент, вот, который тебе по психологии подходит... Подходит. Да. То очень тяжело будет, вот. Но мне было тяжело с фьючером, потому что... Как ты понял, что это... Я, на самом деле, очень с тобой согласен. Я всегда на семинаре говорю это. Возьмите месяцок-другой, как минимум, поторгуйте, попробуйте это, это, это. Да, одним контрактом там... Да, чтобы найти, на самом деле, к чему у тебя лежит душа. Потому что есть люди, которые, например, потеют, когда торгуют направленно. Ты, я так понял, более засохранные стратегии. Да, ну, направленно тяжело же, когда ты начинаешь то ли стопиться, то ли стоп отодвигать там. Ну, вот, психологически начинает давить убыток локальный. Ну, на меня давил всегда. И непонятно, то ли там усредняться, хотя усредняться нельзя, в принципе. Ну, хотя смотря на чем. Если ты долгосрочный инвестор и на реальном активе, который тебе нравится, ну, можно его накапливать. Но, конечно, на деривативах, да, это... Тогда почему опционы без математики? Вот у нас передача сегодняшняя как раз так и называется. Ну, я ее хотел сначала назвать как опционы, как средства управления капиталом. В принципе, я это и делаю. Но я вложил на Smart Lab и мне сказали, что это уж совсем в конце где-то надо, если глобальный цикл лекций делать, то это... Ну, почему без математики? Потому что, как я понимаю, все-таки в опционах, чтобы ими начать торговать, людей отпугивает математика. Все думают, что там ужасно сложные какие-то расчеты. Если они не въедут именно в расчеты, то они торговать не смогут. На самом деле это вообще не так. Главное понять, ну, суть. То есть, вот... Ведь для того, чтобы там торговать помидорами, не надо знать, как их выращивать, в принципе. Надо знать просто, как их хранить, как там, ну, и какие цены на них вообще в этом регионе и какой там спрос будет. Так и опционы. То есть, можно просто построить именно такую модель интуитивно понятную, как вот... Ну, например, аналог страховой компании той же. Ну, лотерея-то уж совсем грубо, хотя покупателей опционов часто называют лотерейщиками. Потому что они именно готовы рискнуть пятью копейками, чтобы заработать пятьсот рублей. Нет, только на самом деле это и есть. Любые направленные опционы, это сугубо гадание опционов. Гадание, покупка лотерейного билета. Да, тем более опционы имеют один фактор, например, который нельзя пересидеть, это время. И когда они экспорируются, то есть ты просто сразу знаешь, что проблемно будет выходить. Да, вот это самый ценный у них фактор, это так называемый распад временной. Вообще, у опционов есть как бы четыре таких основных, греки их называют, ну, параметры, скажем так. Это вот дельта, собственно, направление. Это вот то, что есть у фьюча. У фьюча от опционов есть только дельта. Всё, а у опционов ещё есть дельта, гамма. Гамма — это как бы скорость изменения дельты. Тета? Ну, тета — это последнее, да, это самая моя любимая, потому что я на ней зарабатываю. Ну вот, дельта — это как бы ускорение, ну, если с физикой дельта — скорость. Это гамма ускорения. Вега — это мера волатильности, ну, то есть диапазон изменения цены в каком-то промежутке времени. Ну и, собственно, тета. Тета — это временное обесценение к экспирации. Тета всегда играет на стороне продавцов, ну, то есть они на ней зарабатывают, и покупатели на ней, соответственно, теряют. Но так как самый короткий опцион у нас в России — это месячный, то, в принципе, покупатели рассчитывают, что тета, ну, что вега и гамма гораздо больше даст им заработать, чем, собственно, это самое тета. Вот. Но я, собственно, у меня все стратегии работают от продажи, потому что тета — это фактически время, а время — это время в реальной жизни всегда работать против нас. Хотя бы на рынке, да, чтобы она работала немножко за нас. Я тебя даже тут не буду корректировать, я просто в молодежи объясню, потому что в данной ситуации у нас как бы уровень с тобой разный абсолютно. Я имею в виду твой… Ну почему? У вас опыты больше, конечно. Не-не-не, я имею в виду опционный уровень. Я довольно-таки неплохо знаю опционы. Я, если и работал когда-то, там, 15 лет назад, когда начинал, 17 лет назад брокером, то в основном это также самые были именно продажи, но cover calls. А, покрытые, покрытые активы. Да, покрытые активы. То есть бывала такая ситуация, что ты попадал в акцию, которая очень рейнджевая, и для того, чтобы что-то бы заработать… Да, это, кстати, очень хорошая стратегия для вот таких долгосрочных… Абсолютно верно. Если ты тем более неплохо знаешь… У тебя есть актив, ты как бы с него получаешь. Абсолютно верно. Если тем более ты знаешь технику и фундаментал, поэтому, например, то, о чем говорит Михаил, именно о простых опционах, мы сейчас попытаемся как раз в 12 минутке рассказать о том, с чего начинать. Как начинать? Потому что, например, я опционы изучил только потому, что они составляют 40% всей информации в экзамене на получение лицензии американского брокера. 40%. То есть почему-то считается в Америке, что огромное количество из-за того, что люди, когда понимают опционы, они начинают понимать риски. И просто там купил за 20, продал за 17, потерял 3 доллара. Это правильный подход. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный трейдер. Звоните нам, пишите, задавайте вопросы и перерыв на новости. Еще раз добрый вечер. Прямой эфир 6510996. Я и наш гость Гусев Михаил. Будем сегодня пробовать решить проблему с опционами. Дорогие друзья, хочу сразу вас предупредить, что наши радиослушатели до такой степени все абсолютно разные. У нас есть и люди, которые очень хорошо разбираются, люди, которые плохо разбираются. Но у нас есть и те, кто не разбирается вообще. Поэтому, Миша, давай найдем с того, хотя здесь есть такие вопросы. Новые люди нам нужны. Да, где люди, например, человек пишет, интересно посмотреть передачу без записи. Хотелось бы, чтобы обошлось без банальности. Типа, расскажите нам, что такое опцион. Ну, что такое опцион, я знаю и знают другие. Абсолютно верно. Мы попытаемся не тратить время на то, что это такое. Так как ты начал сегодняшнюю беседу. В двух словах, это обязательство. То есть для продавца это обязательство купить, продать актив, если цена достигнет страйка на экспирацию. А для продавца, то есть для продавца обязательство, для покупателя это возможность. Давай сделаем по-другому. Сделай, проведи аналогию между фьючерсом. Потому что фьючер, все знают, что такое фьючер, и теоретически все знают, что такое опцион. Проведи аналогию между фьючерсом и опционом. Ну, тут сложно. Это разные инструменты. Естественно. Вообще, у фьючера, у него есть только вот направление. Если ты как бы, ты можешь только по стопу, ну, если не в том, пошла цена не в твоем направлении, ты можешь либо по стопу выйти, либо выйти еще перевернуться, свингануть. А в опционе ты можешь построить, потому что много страйков и много разных дат экспирации. И ты можешь строить очень разные конструкции, как в шахматах. То есть там очень много возможностей. И поэтому гораздо больше для творческой мысли и вообще для, ну, для построения, так сказать, безубыточных позиций. В опционе, скажу так, практически всегда можно выскочить, если у тебя есть запас по деньгам, по ГО. Даже при самом неблагоприятной практически всегда можно выскочить как минимум в ноль. Ну, или небольшой совсем лось, как бы. Вот. И ты всегда можешь, обычно все-таки профит, получается. Сколько по времени ты занимаешься опционами? Ну, у меня, в общем-то, задача основная, что все это автоавтоматизировать. Сейчас у меня есть автоматизация, но она такая маленькая, там, приводы, можно сказать. То есть конечная задача, ну, автоматизировать полностью, чтобы заниматься больше творческой деятельностью. Например? Ну, там много детей в конце концов подрастают. Ну, творческая деятельность, я уверен, что дети, это не творческая деятельность. Ну, почему? Тоже их надо уже, когда они подрастают до определенного уровня, им уже должен папа. Сейчас ими занимается мама. Это более душевно. Ладно, не будем... Ну, да, это мы отличаемся далеко. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Дорогие друзья, у нас прямой эфир, есть огромное количество вопросов. Но первый вопрос к тебе. Значит, ты назвал эту передачу, это, кстати, была твоя идея, опционы без математики. Вот. Развивай тему. Ну, вот опять же, я говорю, чтобы торговать опционами, надо, ну, не обязательно знать. Конечно, желательно знать, в общем, как работает вот эта формула Blackashow. Ну, в общем, как происходит ценообразование опционов. Оно происходит не так. Вот у фьюча, если сравнить, опять же, образование только от цены. Вот цена такая, цена такая. Если ты купил там здесь, а продал выше, или наоборот продал дорого, купил деш, ты получил прибыль. Все. Ну, как бы вот, линейная, абсолютно линейная штука. В опционах, как бы, нет даже единой цены по блоку шоузу, просто брокеры, ну, оценивают его, чтобы как-то был единый параметр и как-то вариационную маржу начислять. Вот. А там очень много, то есть, параметры, основные ценообразования, это цена базового актива, ну, на что опцион, волатильность, которая сама по себе, там, может быть, куча, по-разному люди оценивают. Вот. Время до экспирации. Ну, в общем-то, основное, конечно, это волатильность, то есть, так как она, бывает там куча, бывает историческая, бывает это, и все ее еще по-разному считают. Вот, там, Калинкович, например, вообще как-то по-своему хитро ее считает. Я, правда, не очень понимаю, что это дает, но, наверное, что-то дает, потому что, в общем, тут гораздо больше творческих даже, ну, экспериментов можно провести, чем с Вичом. Там, как бы, я не вижу особо. Сколько лет ты опционами торгуешь? Опционами немного, вот где-то год всего лишь, но мне нравится пока. Возможно, просто рынок такой еще. Ну, смотри, да, да, да. Благоволит продавцам. Да, да, например, как в прошлом году рынок был, те, кто продавал волатильность, заработали деньги. Ну, да, не, ну, там тоже были проходы, вот, когда я только начинал, меня как раз свозило через три страйка, то есть, я понял, что такое там терять, начинать много, ну, как бы, ну, и понял, что там здорово можно хеджироваться, выскакивать. Если есть, как бы, если есть, ну, во-первых, нельзя входить никогда там в опционы всем депо, должен, надо всегда оставлять. То есть, там абсолютно точно такой риск менеджмент, мани менеджмент. Да, там самое главное, это вот риск менеджмент и мани менеджмент, то есть, ты можешь ошибиться там где-то, ну, в количестве направления, но ты всегда должен четко поддерживать баланс сил. Ну, я торгую, стараюсь дельта-нейтральной стратегией, ну, то есть, не зависящей от направления, но иногда делаю немножко направленной в зависимости от своего видения развития рынка ситуации. То есть, по сути дела, можешь сказать, например, у меня есть студенты, как ни странно, ты знаешь, я торгую предельно просто, все об этом знают. Я сейчас даже готовлю такое маленькое видео, абсолютно, как бы, безвозмездно, где, как бы, не то, что расскажу, ну, к стилю торговли добавлю кое-какие вещи, например, я торгую от уровней. Ну, есть, у меня очень много студентов сейчас пошли гораздо дальше, чем я, знаешь, может, я боюсь чего-то, но сейчас у меня есть студенты, которые... Ну, они молодые, им надо развивать, вы-то уже все достигли, а им надо уже... Нет, они делают, ты знаешь, они очень интересно стали работать, они берут очень жесткие уровни, например, там, там, та же платина, натуральный газ, ну, то, что вот мы потом с тобой попытаемся... Но они на пробой работают или наоборот, на отбой? Они начинают уровни и как раз берут опционы, продают, например, там, путы, да, ожидая то, что, например, вернее, продают колы, ожидая то, что имитент не пойдет больше вверх от какого-то уровня. Например, они берут, ты же так же сам смотришь математическое ожидание и... Ну, я иногда фьючерс использую, когда, например, ну, я скорее его использую вынужденно и на пробой, если у меня продан кол, там, например, 160, и мы его начинаем пробивать, мне... Естественно, тебе выгоднее прикрыться. Я либо прикрываюсь, но тут надо смотреть, сколько до экспирации осталось, если там день остался, там, или несколько часов, то уже смысла нет, потому что, ну... А если там мало и действительно заревает сильный движ, то, да, выгоднее даже с убытком продать это и резко напирамидиться на фьюче. То есть такое тоже бывает, особенно когда используешь еще автоматы, ну, они же пирамидятся очень хорошо, там, руками не надо, то есть... Ну, стараюсь комплексно тоже подходить. Дорогие друзья, у нас есть звонок. Сергей, добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день. Здрасте. Вы меня слышите, да? Да, мы возвели клемм, но такое ощущение, что вы у нас сейчас с нами вместе рядом сидите. Замечательно, я из Краснодара, звоню. Здрасте. Вы знаете, я давно занимаюсь опционами, торгую на Чикарской бирже, товарными в основном... Продаете, наверное, да? Вы знаете, нет, и как раз вопрос связан именно с этим. Как вы считаете, вообще, стратегия... Вот есть хорошая стратегия продаж, ну, там, дальних страйков, да? В последнее время это на самом деле, да, Сережа, это очень модная тема. Да, популяризируется, это красиво, все, 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 все... Ну, кто-то продает, да? В принципе, действительно, но очень как раз-таки хорошую прибыль дает не продажа, а покупка грамотных страйков, да? Вот, вот, я хотел бы вас спросить, как вы вообще, вот, расскажите, пожалуйста, как вы вообще к этим стратегиям относитесь? К продажам опционов, продажам голых опционов, раз. Ну, я, в общем-то, к продажам... К построению таких более сложных стратегий. Вот это я хотел бы услышать. Спасибо вам огромное за такой дальний звонок. Сергей, а еще вопросится, а вы именно на сырье имеете в виду опционы, или вообще, в принципе? Ну, если сырье, вы понимаете, под сырьем у нас понимают обычно, там, нефть, газ и прочее, я вообще работаю со всеми товарными рынками. И пшеница, и кофе, и какао, и сахар, и все остальные. Катон и все остальное? Конечно, конечно, да. Я как раз на товарных товарах, ну, сырьем почти не торгую, а торгую акцией мете. Но я знаком с людьми, которые, в принципе, торгуют и сырьем. Там немножко другая специфика по опционам. Там как бы сырье не может падать совсем так резко в пол обычное, ну, и так же расти. Ну, я тебе сразу скажу, я тебе сразу... Хотя кофе когда-то гулял очень... Я тебе, честно сказать, разобью тебя в пух и в прах, потому что в прошлом году огромное количество людей, я уверен, Сергей знает об этом, огромное количество людей просто размыло в натуральном газе. Просто размыло. То есть там, это был такой сезон, я немного разбираюсь в продаже опционов и волатильности. Поэтому газ пропадает. Нет, и сезонность, то есть в прошлом году было все за то, чтобы натуральный газ рос, и сезонность была та, и все было то, и натуральный газ упал практически на 50%. Размыло очень огромное количество людей. Возможно. Я, честно сказать, сырье не очень хорошо знаю, потому что я его как-то не торгую. Ну, давай о стратегиях. Как ты к стратегии говоришь? О стратегиях, я говорю, у меня все стратегии строятся от продажи. Чтобы это работало на меня, распад. Ну, ты же не просто продаешь, абсолютно, наверное, прикрываешься. Я прикрываюсь, во-первых, с двух сторон. Я пытаюсь, я стараюсь торговать месячными опционами. Ну, на Америке недельными часто. У нас нет недельных, к сожалению. Вот. Поэтому на месяц более-менее можно спрогнозировать, ну, постараться. Легче спрогнозировать диапазон, за который мы не уйдем, чем на квартале, например. И вот я из этого пляшу. То есть я начинаю как бы с дальних, ну, да, продаю дальние. И если волатильность как бы не сильная, я потихонечку сужаю к экспирации это все. Ну, так как у меня депо достаточно, в принципе, позволяет там переложиться. И это я вот... То есть я создам коридор и маневрирую дальше. Если математически посмотреть, например, и статистику-то ведешь обязательно, я уверен. Ну, 2-3 отклонения у нас сейчас. Вот это я хотел сказать. Ну, а погода, например, сколько времени раз тебе на самом деле приходится перекладываться? Ну, 1-3 всегда пробивает, то есть всегда как-то придется, да. Ну, то есть ты не такие сильно дальние и берешь. Ну, сильно дальние, они совсем стоят копейки. Тут же надо смотреть на баланс цены. Можно набрать там... Очень опасно брать совсем дешевый, но дальний. Потому что если резкий движ, ты тебе там ничего не... Ну, ты же... Премия у тебя копеечная, а ты убыток получишь там... То есть перекладываешься... Баланс надо искать, да. За сколько времени, например, ты видишь, что пахнет палевно и надо перекладываться в более дальние? Ну, очень рано тоже обычно не стоит беспокоиться. Потому что когда подходим к стройку, на нем часто и разворачиваемся. Либо чуть-чуть его пробиваем. Поэтому имеет смысл фьючом запирамидиться. Если откатываемся фьюч, тут же сбрасываешь с прибылью. А опционы опять уходят в неденег. То есть так тоже бывает. То есть, я так понял, в моменте для тебя именно сам инструмент, против которого ты работаешь опционами, он и есть... Ну, вот 14 февраля был очень день показательный. Все, наверное, помнят. Как раз за день до экспирации. День влюбленных. И там... Влюбили все. Всех отлюбили, как говорится. Там за один час, ну, за два часа сходили на 3000 пунктов вверх, потом 3000 пунктов вниз. Я так понимаю, это из-за Сбербанка. Ну, вот. То есть, продавцам тоже живется нелегко. То есть... Ну, сейчас вообще никому не легко не живется. Ну, да. Легких денег на рынке не бывает. Ну, я тебе скажу честно, бывает такое, что даже не просто легких, а очень тяжелых. А, дорогие друзья, интересный гость у нас, я еще раз повторюсь, Михаил Гусев. Как вы видите, человек знает, о чем он говорит. У нас прямой эфир. 6, 5, 10, 9, 9, 6. Звоните нам, задавайте вопросы. Пишите нам на финам.фм. А мы к вам вернемся после короткого новостного выпуска. За 30 минут наша передача ничего не изменилась. Вот как был понедельник, понедельник остался. Михаил Гусев как был, так и остался. А вот вопросов ваших не прибавилось, дорогие друзья. Давайте немножко поактивнее. Передача интересная, 6, 5, 10, 9, 9, 6. Прямой эфир. И сейчас у нас будет несколько, Миша, вопросов тебе. Вопрос номер один, о котором мы с тобой начали говорить. И как раз у нас появился молодой человек, Алекс, который задает вопрос. В первую очередь, естественно, это тебе. Здравствуйте, Михаил. Мы попробуем сделать из этого вопроса связку. Например, мы с тобой начали говорить о том, почему, например, в Америке есть короткие опционы. Почему в Америке есть опционы на акции. А в России этого нет. Так вот, Александр как раз и задает вопрос, почему на форсе не торгуются опционы на акции, а только фьючерсы на акции. Самое интересное, я уверен, что этот вопрос должен адресоваться не к тебе, а на нашу многоуважаемую биржу. Да, согласен. Я, кстати, задавал им эти вопросы, когда еще, вот была опционная конференция, по-моему, третья, куда приезжал Роман Горюнов. Ну, тогда он был боссом срочного рынка. Да, ему задавали насчет коротких, во-первых, ну, недельные, то есть недельные, двухнедельные. Как в Америке. Как в Америке. Вот просто взять и по аналогии. И на акции. Ну, он сказал, ну, на акции мы подумаем. В принципе, это интересно, но пока мы не готовы, мол, надо инфраструктуру перестраивать. Хотя, не знаю, биржа на IPO сейчас вышла, денег нас собрала. Ну, я тебе скажу даже больше, там деньги не просто даже насобирали, там деньги и были. Ты почему думаешь на самом деле, вот чисто твое мнение, почему биржа, например, не пошла на то, чтобы изначально сделать, например, короткие опционы, то есть не такие, как у нас месячные. Ну, короткие, я понимаю, что они думают, что тогда ликвидность вообще уйдет с дальних. Ее там и так нет, собственно. Ну, на шестимесячных и годовых нет. А в Америке есть. Вот в Америке открываешь какой-нибудь GLD там, да, на золото, там вперед на 10 лет и все. GLD это ETF. Ну, ETF, да, но даже любой другой. Вот, STX там, вот я айтишник, да, там, Seagate. STX компания, да. Бешеная ликвидность, Intel там. Ну, вот все более-менее нормальные. Даже какой-нибудь Pay, вот какой-нибудь, вот тут недавно писали Pay, там 40% обвалился. Обвалился он на 40%. Я даже прикупил, как бы вот. Вот, бешеная ликвидность, вот. Но у нас просто нет денег, получается, как бы. Но все равно, ну, на Газпром и на Сбербанк можно было сделать именно на акции. Но они считают, что фьючерс, почему, то же самое, типа. Ну, не то же самое, на самом деле. Потому что на акции акционы, во-первых, не маржируемые. Вот представь себе... Ну, я так понимаю, сейчас не он уже, а Роман другой, Сульжик рулится. Это не имеет значения, это абсолютно непринципиально. Миша, вот вы хотите, чтобы мы сделали... Еще они говорят, нет маркетмейкеров. Да, маркетмейкеры у нас крупно есть. Вы хотите, чтобы мы сделали... Нет, на коротких, что их не будет, типа. Мы хотите, чтобы мы сделали фьючерсы на акции. Вернее, опционы на акции. Да. Не проблема. Скажите, что нам это даст. Не просто нам, что это даст, а что даст... Ну, им, как всегда, комиссию даст, за счет чего они живут. Вот. Это может дать... Это даст очень хороший инструмент держателям крупных пакетов. Вот тем же вот пенсионным фондам. Сейчас вроде тренд... Ну, вроде сверху пнули, что надо это, складываться в наш рынок, хотя бы там... Ну, что, например, коломы? Потому что доходность пенсионных фондов у нас вообще... Ну, это убыточность, скажем так, по сравнительству. Потому что они никуда... Ну, они законодательно не могут вкладывать там в какие-то деривативы, да? Но если у них будут пакеты нормальные «Газпром» и «Сбера», то подпокрытые... Почему бы им не хеджироваться? Они же своим будущим пенсионерам, ну, всем нам там, не знаю, кто платит в пенсионный фонд, да, они как-то обеспечат большую доходность. Тебе обеспечат меньшие риски, биржи обеспечат комиссию. По идее, все выиграют. Я не очень понимаю, почему они это не делают. Ну, может, как-то... Ну, если биржа нас слышит... Я надеюсь, что через радио легче все-таки, чем так в частных... Мы попробуем, на самом деле, донести до них. А сейчас вот у нас пошло, видишь, огромное количество вопросов и один за другим вопросом. Первый вопрос. Михаил, добрый день. Я как вы торговал... К сожалению, не видно, кто это. Извините. Ну... Я как вы торговал от продажи три года, постепенно пришел к подходу Каленковича. Сейчас Сечупер своих ничего не заработал. Не боитесь августа 2011 года 10 тысяч пунктов в день? Вопрос отличный. Боюсь. Это все продавцы волатильности боятся. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Надо просто четко представлять, что ты будешь делать на этот сценарий. То есть, если ты понимаешь, что начался обвал какой-то, ну, по крайней мере, он... Ты просто берешь и делаешь стратегию изненаправленной направленной. Это можно очень кучей разного способа сделать. Ну, и опционами в том числе. Но, грубо говоря, путы режешь, продаешь только колы и фьючем добавляешь шартов на отскоках. Ну, конечно, это легко в теории. Там просто наступает, когда 10 тысяч пунктов в день, и у многих... Ну, и у меня бывало, наступает просто тильт. Сидишь и все, и видишь, как циферки на счете твоей депо стремительно уменьшаются. Ну, просто надо, во-первых, использовать четкие, ну, там, стопы, эти самые... Глобал стоп, он все равно должен быть, это и вы, Александр Михайлович, все время говорили. И правильно, чтобы деньги сохранить хоть чего-то, если совсем. Но, в принципе, всегда можно переложиться. Я говорю, в опционах даже на паре резко увеличиваешь продажи колов, даже те, которые в деньгах еще. Ну, ты конкретно даже сказал, например, обыкновенную простую стратегию, которая, на самом деле, должна до людей достучаться адекватно. Ты сказал, если вдруг я вижу, что идет что-то очень сильно против меня, я беру базовый актив. Ну, пробивает твою страйк, и начинаешь лить просто фитч по рынку. Твоя задача предельно простая, в нули остаться по фитчу, чтобы опцион потом отработал. Ну, да, просто покрываешь его очень быстро. Ну, это простая система по базовому активу. Просто всегда должен быть очень хорошей, тут очень важен money management, чтобы у тебя было на что это делать. Никогда нельзя... До этого ты привел пример, если внимательно люди слушают нас. Ты сказал, что должен быть нормальный депозит. Дорогие друзья, к тем, кто у нас внимательно... Нет, ну, продажи волны, конечно, лучше делать с более-менее нормальным. Вот покупку, почему? Ну, там можно и с небольшими деньгами. Поэтому мы и говорим. Я как раз это и хотел сказать, что, дорогие радиослушатели, Миша дал очень хороший совет. Если вы действительно хотите вообще чем-то серьезно заниматься, не надо это делать на коленках и там с 30 тысячами рублями. У нас же, Миш, проблема... Да, с 30 тысячами рублями это больше на лотерею получается. Поиграться. Это не больше лотерея, это и лотерея. Вот есть очень хороший вопрос к тебе. Ну, в лотерею тоже люди некоторые выигрывают. Некоторым везет, бывает же, что... Бывает, везет, да. Просто, как правило, не бывает, что те люди, которые организовывают лотереи, они, как правило, в них не играют. Михаил, добрый день. К вам вопрос. Вы участвовали в конкурсе ЛЧИ в прошлом году. С чем связана просадка доходности последние дни конкурса? Да, в декабре я словил лося. Вот как раз я сделал ошибку. Я там очень долго возили на одном страйке, вывели его перед экспирацией, не помню. Я вместо того, ну, я подумал, что уже все, не может быть, оттуда движем, и там же и закончим. И стал там наращивать позу. Это было как раз 14-го числа, а 15-ая экспирация, да? А 15-го с утра был гэп полторы там тысяч пунктов, по-моему. И у меня одна нога просто ушла в жуткий минус. Я ее стал резать. Да ты объясни, просто... В общем, меня погубило... Не все знают, я знаю, что такое one leg. Не все знают, что такое одна нога, ты просто объясни людям, которые слушают передачу, что такое одна нога. Ну, у меня было спродано стрэдл, грубо говоря, узкие. Тыпуты, колы, аналогов страйка, да. Вот если бы не было движа, ну, меня это немножко жадность тут погубило. Тут тоже на рынке жадничать нельзя, надо вот... Есть ли твоя стратегия доходности? Вот у меня целевой таржет, это там, ну, такой, даже, можно сказать, программа максимум 5% в месяц. У моей стратегии. Мне, как бы, достаточно. Больше, ну, если больше получается, это редко. Но стараться вот его держаться, там даже 2-3 нормально, как бы. На продаже там больше, ну, не рискуя, вот при моем уровне риска, вполне хорошая доходность, я считаю. Меня устраивает. Ну, это не только тебя устраивает, это всех устраивает. Нет, но многие говорят, если ты меньше там, ну, знаете же, там, смарт-лаб считает, надо 50% в месяц получать. У нас средний счет на смарт-лабе, без обид, никому сказано, 30 тысяч рублей, если есть. Ну, вот в том-то и дело, что как бы... Иди с адекватным диплом, миллион рублей. Мне, например, 5% более чем хватит, чтобы нормально жить просто. А когда ты получаешь 30% в месяц, это чистая лотерея. Ты сегодня получил 30% в месяц, в следующем месяце у тебя, ты все деньги просто проиграл. Ну, вопрос к тебе опять задает Александр. Как быть со спредом при фиксации бумажной прибыли? Я стараюсь, собственно, прибыль-то лишний раз не фиксировать. Брокер у меня, комиссии большие у него, и на победу он не идет, альфа они очень... Вот, поэтому я стараюсь держать все до экспирации лишний раз. Ну, откупаю там, бывает, если... В принципе, я трейлинг очень часто использую. То есть, грубо говоря, ну, подешевел он на какой-то... Ну, на 30%, да, я ставлю некий трейлинг-стоп. То есть, если он разворачивается, я уже беру этот... Ну, там спред уже не так сильно важен, потому что все-таки 30% это, как правило, ну... По сравнению с спредом, там нормальная прибыль. А вот в Америке, ты знаешь, есть... Там... Ты на Америке тоже торгую? Торгую, да. Я на Америке недавно начал. В принципе, меня, конечно, там поражает большое, огромное количество инструментов, даже... Но там Америку надо... Я ее только изучаю, можно сказать. Ну, на Америке... Я там небольшой депозит. На Америке есть липсы, так называемые, да, это 9-месячные. А, длинные совсем, да. 9 месяцев, 13 месяцев, да. Пока не торговал, да, не есть. И... У меня все-таки сторонник мне больше недельный нравится. Больше короткосрочный нравится, да, недельный опцион. Ну, потому что недельный как? Отэкспирировал, деньги получил. И все. Да, пошел там, пад. Ну, отметил это дело и можешь дальше... Ты знаешь, сейчас даже Форекс-конторы некоторые вообще зашли очень глубоко. Они предлагают бинарные опционы, чуть ли не 20-ти минутные. Я знаю, да, но я Форекс как-то очень к нему отношусь. Все-таки вот Форекс, это с таким плечом, это убийственно. Это люди должны выбирать. Ну, видишь, к радости у нас, у тебя есть уже поклонник Сергей из Краснодара, опять в прямом эфире. Вот он очень, наверное, хочет что-то тебя спросить. Здравствуйте, Сергей, вы опять в прямом эфире. Сергей, здрасте. Да, да, да. Радио-радио, выключите. Здравствуйте. Значит, я еще раз хотел еще такой момент. Вы работаете с рынком акций. Ну, на России я работаю с рынком Форс только в основном. На Америке я работаю с рынком акций, потому что там есть опционы за акции. И даже на Америке с рынком акций. Но неужели вы думаете, что акции анализировать гораздо проще, нежели товары, где присутствуют у нас фундаментальные такие вещи, как там погода, там урожайность. Нет, Сергей, я вас тоже... Я же не говорил, что это проще. Где мы можем на опционах работать, на товарных, именно вот этих вот вещах. Я понял вашу мысль. Вот там истите мне вот этот момент. Почему вы народу рассказываете про рынок акций? Нет, нет, одну секунду, Сережа. Одну секунду, Сережа. Никто здесь никому ничего не рассказывает. Просто Миша говорит то, что он торгует. Он может просто сказать, мне не нравится торговать акции, вернее, торговать опционы на акции, и все. Сергей, смотрите, какая ситуация. Я вас понял. Вопрос, почему я про сырье не рассказываю? Да, и почему им... Просто как-то сложилось, что я им не торгую, потому что я его не знаю. Ну, а тем, что не знаешь, как-то лучше не торговать. Это в любой... Ну, вообще, то, что не очень хорошо знаешь, тем лучше не заниматься. Только деньги потеряешь на этом. Вот. А сырье, ну, на все... Меня просто лично на все не хватает. Сырье это отдельное. Там же надо все вот эти урожаи там, ну да. И самое интересное, как я тебе сказал, по натуральному газу. Прошлый год показало, что... Что не факт, да. И значимости, и сезонности, и натурального газа, и цена должна была подниматься. Произошло все да наоборот. Не факт, это очень сложно. У нас вот есть один товарищ, там, в фитнес-клуб со мной ездит. Он рассказывал, что у него был знакомый, он торговал кофе. Он знал кофе вообще, где что растет, все сорта. Он был там супер. А вот как раз об этом... Он начал торговать опционами на кофе, он все деньги проиграл. Потому что вот неожиданно случилось то, от него независимо... Нет, политическая там революция в стране, и все. А кофе он знал отлично. Когда дети, что растет, все. Дорогие друзья, 6, 5, 10, 9, 9 и 6. После короткого перерыва на новости мы вернемся к вам. Итак, у нас осталось последние 12 минут. Нас тут закидали вопросами. У нас обычно, знаете, как такие радиослушатели, они вдруг молчат, молчат, собирается. Ну, как все русские. И потом последние 12 минут все накинулись. Поэтому попытаемся поиграть, Миша, с тобой в Блиц. Вопросы будут такие, они, в принципе, очень хорошо сформулированы. Постараюсь покороче. Позвоните, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, или напишите письмо, мы ответим. Михаил, добрый день. Насколько сильно, на ваш взгляд, российский софт для торговли опционами отстает от американского? И как вы решаете эти проблемы на российском рынке? Ведь на крупную сумму продать опционы очень трудно по приемлемой цене. Ну, во-первых, я не очень понял, что такое софт для продажи опционов. Софт есть брокерские, брокерские, да. Софт, обновенная программа для исполнения ордеров. Я понял. Но есть брокерские программы, там, Quick у нас популярные. К ней обычно есть API, ну, как бы аналог программы интерфейса, где каждый уже сам может мутить какую-то автоматизацию. Приблогу. Ну, роботы, да. Ну, роботы это называется просто. Я предпочитаю называть автоматизацией, потому что это немножко, ну, автоматизация торговли. Я занимался очень, то есть, обычной торговлей, розничной. Я занимался 15 лет. Чтобы купить опционы на России или купить опционы на Америке, разницы никакой нет. То есть, ничего сложного нет. Ну, что, объем набрать, это правильно человек заметил. Если нужно... Нет, первый вопрос был по системе. То есть, абсолютно никаких различий нет. Что там нажал клопку, что тут нажал клопку. Ну, там больше терминалов на выбор. Там больше, но там другой принцип. Там за все терминалы надо платить. То есть, они как в аренду сдаются. У нас терминалы бесплатные вроде как. Там вот я столкнулся, там за все надо платить. За левел 1 стакан надо платить, левел 2, там опционный стакан, еще платить. То есть, там так... Ну, ты сам знаешь, Саша, ты как бы Америку-то... Нет, ну, я просто тогда и отвечу за этот вопрос на тебя. Вернее, этот вопрос отвечу за тебя. Дело в том, что на самом деле платформы для покупки-продажи эмитентов, что в России, что в Америке, они приблизительно практически такие же самые. Можно и через горячие ключи сделать. Функционал, да. Это, наверное, есть вопрос. Хотя вот американский терминал мне больше нравится в плане... Он очень нетребовательный к ресурсам. Там на любом компе летает. Очень легко, да. А Владимир задает вопрос конкретно тебе. Михаил, знаем, что ты работаешь от продажи апцемонов. Не пора ли купить календарь? Например, купить июнь, продать март? Ведь волатильность сейчас очень низкая. Ну, как низкая? Волатильность, все говорят, уже полгода все говорят, волатильность очень низкая. Вопрос не в том, какая она сейчас, а ее тренд. Она низкая, но тренд-то пока на понижение. Я не вижу, что помогает развороты. Возможно, разворот будет в мае. У нас в мае все время начинает, все знают, что там... Вопрос тогда другой. Разворот куда? Ну, повышаться она, то есть, естественно, будет. То есть вы сейчас говорите, что рынок пойдет вверх в мае месяце? Нет. Если волатильность повышается, то рынок пойдет резко вниз. Но сейчас она низкая, потому что рынок стоит в неком боковике, достаточно широком, уже очень долго. Естественно, потом куда-то прорыв должен быть. Скорее всего, он будет все-таки вниз. Ну, хотя неизвестно. То есть сначала-то, наверное, всех вынесут куда-нибудь на 170 вынесут в апреле. 170-175. То есть ты все равно думаешь, что будет такое резкое... Ну, сейчас дивидендной обсечки не должно быть совсем. Если в Америке там не будет какого-то краха с этим, что они совсем не договорятся по их бюджетным делам... Я не думаю, что этого будет. Я не думаю, что это случится. Я тоже не думаю. Поэтому у нас вынесут все на отсечки. Ну, а потом все урунят. Как обычно. Вот у тебя здесь суперпрофессиональный прям вопрос. Конкретно хотелось бы услышать практический совет. Например, через какой шаг лучше Delta Hedge проводить для покупателей опционов? Каждое 0.1 изменение дельты, каждое тысячу пунктов ри и аргументацию. Или для продавцов? Через какой шаг проводить для покупателей опционов? Ну, это все зависит, собственно, от личной стратегии. Я Delta Hedge, но я-то продавец. Мне трудно сказать, как быть я покупателем. Но я часто не делаю. Частый Delta Hedge — это выбивание по шумам, в принципе. Я часто не делаю. Я стараюсь делать. Я делаю, когда выходит сильно за пределы дельты. Если я не делаю в этот момент что-то направленное, ну, более направленное. Ну, то есть я дельту тоже смещаю. Если я считаю, что рынок будет падать там, я ее делаю отред... Ну, как бы... Но даже для продавцов я бы не делал слишком часто. Во-первых, на это много надо, как бы, дополнительного ГО. Во-вторых, вы наращиваете... Ну... В общем, я бы делал по отклонению. При выходе из заданного дельта коридора я бы корректировал. И ждал дальше пока. Сколько страйков, какой диапазон продаете в начале торговли месячной серии? Сколько дней приблизительно набираете опционную позицию? Конкретный вопрос. Я набираю практически первые две... Ну, во-первых, я все-таки смотрю на волатильность. Если, как бы, волатильности нет, я, как бы, замираю, жду движа. Если появляется движ, я набираю больше. Вот, как-то так, нелинейно у меня. А страйков, ну, обычно 2, 3, 4 от центрального. Ну, 4 это уже в самом начале, если там цена еще... Никуда не пошла. Ну, да. Ну, в общем... Это самое... Дешевле 100 рублей я стараюсь не продавать. Ну, если это уже совсем смысла нет. Это, как бы, вот... Где-то мой диапазон цены, по которому я стараюсь работать, это, там, от 300 до полторы тысячи. Ну, и в этом... Ну, я их... Я говорю, я не то, что набираю и держу. У меня еще есть трейлинг там. То есть, иногда я их откупаю. То есть, периодически. Освобождаю ГО, да. Если позволяет. Если есть уже профит и разворачивается цена, я беру прибыль и думаю, куда ее дальше реинвестировать. Календари, ну, я использую, но только один вот. Я вот сейчас... Я понял, что последние месяцы очень регулярно делаются вот там 12-м, 13-м, 14-м числом выносы. И там уже надо сокращать позицию и переходить на следующий месяц. Ну, это мое вот такое. У нас, как обычно, в каждой передаче всегда есть какие-то грустные письма. У нас есть тут грустное письмо, да. Михаила, спасибо огромное. А сколько раз сливали депозит, а то я тут недавно слил свой второй миллион рублей. И что посоветуете? Ну, честно говоря, я ни разу не сливал депозит. Не успел? У меня были просадки большие, но я, как бы, до конца никогда... Большие это сколько? Ну, когда я в Ючем торговал, у меня были 600 тысяч. Ну, больше просто я у меня... Ну, в процентном отношении. Ну, это было треть. Тогда треть. Ну, глобал стоп всегда должен быть. Как можно слить? Ну, не знаю, можно, конечно. Когда попадаешь в тильт, и тебе уже стоп стоит, а ты его думаешь, ну, сейчас отскочишь. Ну, не, не надо. Надо резаться. Ну, так все знают, что резаться... Ну, психологически тяжело, да, очень. Очень тяжело. Тяжело. Ну, вот в этом-то и тяжело. Трейдинг, прежде всего, тяжелым тем, что он психологически тяжел. Вот когда тоже к экспирации накапливаются риски, так или иначе, все равно поздно. Тоже уже, когда начинает, все равно... Но надо как-то сохранять. Вот до этого и должна быть автоматизация, чтобы... Когда надо, робот зарезал, да, это, а ты будешь раздумывать, пока у тебя депозиты не останутся. То есть бывают такие движи, когда... Ну, и в конце, там, на страйк, и все. Вот вопрос. Если в опционах цикличность, если базовому активу товара и акции свойственна цикличность год и месяц, то, естественно, отражается на опционах это тоже. Ну, да, естественно. Если в мае все рушится, то и, собственно, ну... Ну, ответ, если... Надо колы скорее продавать. А путы тормозить. Если вам дать развернутый ответ, конечно, в опционах есть цикличность, потому что по каждому инструменту, да, включая товары, это нефть, газ, или это какао, или это апельсиновый сок, или что-то другое, они тоже подвержены цикличности. Это урожайность, время года, дожди, не дожди, солнце, не солнце. Нефть, кстати, на удивление, стабильна в последнее время. Вот за счет этого мы и держимся. То есть в нефти волатильность минимальная. То есть на опционах отражается все по-простому? Да, естественно. Не, ну если базовый актив идет, конечно, там опционы бешено тоже двигаются. Особенно чем ближе страйк, тем как бы ближе опцион в деньгах, тем больше. Опцион в деньгах — это фьючерс. Вот. Чтобы кто, ну, вот не знает опционы. Просто если вы хотите фьючерсом, знаете, как торговать, и хотите на опционы, ну попробуйте первое время поторговать просто опционом в деньгах. Там на один страйк в деньгах — это уже у него временная стоимость незначительная. А два опциона в деньгах, там, три, ой, ну, два страйка, три страйка в деньгах — это фактически фьючерс. То же самое. Видишь, тут там был очень хороший один вопрос на Smart Lab, и я хотел бы, я как раз его читал, когда ты сделал аннотацию своего объявления. Вопрос один мне очень понравился, и мне очень понравился твой ответ. Я, в принципе, отвечаю так же, как ты. А, как с роботом? Абсолютно верно. Видишь, ты знал этот вопрос. Да, человек под ником Зигзаг задал этот вопрос. Да, я его даже знаю, этого товарища. Ну, вообще здорово. Дорогие друзья, послушайте этот вопрос. Вопрос очень интересный на самом деле. Я даже анекдоты про него расскажу потом. Вообще супер. Расскажи, у нас есть три минуты, ты успеешь и послушать, и рассказать анекдот. Расскажите, пожалуйста, в эфире, как можно быстро заработать миллион долларов с помощью Ационов «Очень хочется». На что Гусев Михаил, человек с хорошим чувством юмора, ответил. Миллион можно и быстро заработать, если у тебя есть миллиард. Да, вот по этому поводу анекдот. Кстати, вопрос был в долларах, не в рублях, заметь. А какая разница? То есть тут анекдот. Армянское радио спрашивает, может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает, очень легко может. Если он был миллиардером. До этого он был миллиардером. Вот это примерно из этой же серии. То есть миллион, ну как, я говорю, доходность от продажных стратегий, там 5% в месяц, это очень хорошие доходы для меня. Это с нормальным риском, вот с маленьким. Все, что выше, для меня это уже большой риск, я стараюсь. А тут вот Рома Некрасов вот очень сильно переживал, да, он был у нас на передаче, он переживал, что... А он был, да? Я тебя, да, давно уже, да, что я тебя буду перебивать. Видишь, Рома Некрасов специально для тебя, я стараюсь перебивать. Нет, все очень так позитивно проходит, очень хорошо, мне нравится. Приходят просто очень разные гости, и знаешь, очень тяжело, один человек очень разговорчивый, как ты. Ну я, да, я люблю вас, у меня еще... Нет, нет, наоборот, это очень хорошо тебя направлять. А есть гости, которые как бы не сильно... Меня наоборот надо сдерживать, потому что я могу в тему уйти куда-нибудь в сторону, от опционов совсем, если... Вот очень хороший вопрос есть. Если приведете пару конкретных примеров, обрисуете себя, как вести с дельта-хеджем при продаже волатильности, буду очень благодарен. Ну, дельту надо нейтрально поддерживать. Если вы истинно хотите, так сказать, торговать волатильностью и, ну, не направленно, то дельту надо стараться держать... Ну, не обязательно ее в ноль, там, каждые пять секунд выводить. Это, опять же, только по шумам будет выбивать много денег. Я говорю, я дельту стараюсь, вот, держать диапазон дельту. Вот там, ну, например, 100, вышла она за 100, начинаю ее, ну, туда или сюда. Придерживать. Да, а до этого, ну... Ну, это, опять же, я, потому что у меня депозит достаточно болеет. Если там два контракта, там, наверное, как-то надо более. А у меня есть... Я дельту не всегда фьючем, я противоположен. Ну, грубо говоря, колов я напродал, а на сау рынок расти там. А что ты делаешь, когда, вот, например, геп приличный? Ну... Это как бы ты в этот момент и не сильно это сможешь продать? Ну, я в деньги, тут же как, опционы, пока они вне денег, какой бы у тебя не был бумажный, ну, пока он не заходит. Иногда не надо раньше времени, как бы, пока не вошли они в деньги. Ну, можно и не дергаться, собственно, если у тебя есть запас там, а дальше просто фьючем. Если ты... Просто он часто разворачивается от страйков, и ты как бы... Ну, если очень сильный геп, и это может привести к смене тенденции, грубо говоря, ну, там был растущий рынок, там переломили, стал падающий. Ну, тут я уже пытаюсь долгосрочно как-то перестраивать позицию. Ну, опять же, не резко, потому что резко ты будешь платить за спреды лично. За спреды, естественно. Потихонечку надо набирать, ну, как бы так. Дорогие друзья, у нас был гость очень интересный, Михаил Гусев. Кто хочет с Мишей связаться, его очень легко найти на Smart Lab. Да, я периодически. Ником Гусев Михаил, пишите, звоните, мы с удовольствием будем вам отвечать на вопросы. Это была передача Ходна на Герчика. Всем хорошей недели.